Доброе утро, копибары! Ну что, проведем анализ рынка и посмотрим, чего ждать от дня сегодняшнего на 20 сентября. Поехали! Для начала давайте быстро пробежимся по новостям за день вчерашний. Вчера были опять куча флуда по поводу SEC и Binance. Они все бодаются и непонятно к чему это все проведет. Но пока никакого позитива не наблюдается. Еще из вчерашнего, что в Российской Федерации будет блочить сервис и виртуальных мобильных наберов. Это больше относится к Тонбраузеру. Тоже ничего хорошего, но думаю что-нибудь допридумают. И вчера еще вышла новость, что Twitter возможно станет платным. Я на самом деле удивился. Это может в моменте опять же повлиять на Doggy, потому что Doggy сильно связан с Elon Musk, а Elon Musk понятно связан с Twitter. Из новостей сегодняшних это самое важное, что у нас в 21 час по Москве у нас сегодня решение по процентной ставке ФРС. И это будут явно вертолеты как на фонде, так и на крипте. Но опять же менее важная новость у нас сегодня в 9 часов. И в 9 часов опять же по Москве это потребительская инфляция в Германии и в Англии, но это никак на рынок не влияет. Еще стоит посмотреть по Ape, потому что по нему возможен позитив в глобальном смысле слова, поэтому надо за ним поглядывать. По поводу новостей на это наверное все. Давайте посмотрим, что у нас по монеткам и вообще по движениям крупных кошельков. Если смотреть по транжам крупных игроков, то здесь никакого позитива нет. Видно, что у нас опять же продолжают заливать на бирже крупные капиталы. Сегодня он, пожалуйста, Лайтка на 10 миллионов закинули, Эфиры продолжают лить, Рипл. И все это конечно до добра не доведет, потому что вот опять же сегодня утром поехали транзакции. На 159 миллионов завели на Бинанс. И, ну, вы понимаете, что 159 миллионов на Битке это уже существенно. Это один игрок. А таких много, потому что ниже, пожалуйста, еще на 13 миллионов перекинули. И все это на биржу, на биржу, на биржу. То есть это все будут реализовывать. Пожалуйста, 12 миллионов было переведено с неизвестного кошелька на Бинанс. Еще здесь, видишь, 28 миллионов перевели с неизвестного кошелька на Бинанс. И так это просто до бесконечности. Плюс у нас есть всякие Coinbase, Bybit и другие биржи. То есть общая масса переведенных средств, она очень большая. И, скорее всего, они все будут реализованы в какой-то определенный момент времени. Поэтому и рынок отреагирует очень жестко, когда это все начнут сливать. Поэтому, пожалуйста, будьте предельно внимательны. Опять же, если анализировать покупки кошельков крупных, они ничего пока не закупают, только льют на биржу. А вот мы ведем нашу рубрику по поводу наших венчурных инвестиций. И помните, что у нас была вот эта единственная монетка, которая называлась Cox, как я ее называю. И вчера четко закрылась 78.27. Мы ее продали. Я еще даже в табличку не отметил. Но в итоге, короче говоря, она ударилась. И вот здесь мы вышли прям идеально. На данный момент у нас нет никаких инструментов, которые были куплены. Вчера инструмент RDNT, за которым я говорил, он буквально через пару часов после выхода данного ролика улетел. Но я его не стал покупать. Опять же, все, как говорю в видео. На данный момент можно отметить только вот этот момент Velo. В него в азиатскую сессию лилили какую-то ликвидность относительно в общих объемах. Но в целом, все равно это не ликвидный инструмент. Покупать я его не собираюсь. Но посмотреть посмотрю. То есть на данный момент у нас никаких позиций на средний срок, так скажем, нет. Было две. Вот единственное, мы закрыли сегодня ночью, получается, вот этот инструмент. Пока наблюдаем. Давайте посмотрим, что у нас вообще по фандингу. И здесь есть намного более интересные вещи. Фандос у нас по инструменту ARK. И давайте посмотрим вообще, что это за инструмент такой. Этот инструмент очень интересен. Во-первых, в нем есть достаточно большой объем на сегодняшний день. 345 миллионов. Для этого инструмента это более чем нормально. Во-вторых, по нему достаточно большой фандос. Минус 1,4. А ночью было 2. То есть, значит, в нем очень много ребят, которые шортят. И в-третьих, что немаловажно. У него есть крупное число, от которого мы бились. Это 0,74. Мы явно до туда пойдем. И это значит, что можно открыть бота на байбите. И посмотреть по настройкам, собственно, как это выглядит. Я взял две границы. Нижнюю и верхнюю. Сделал такое арифметическое. Взял какое-то маломальское плечо, чтобы процент был за один шаг. Примерно 1%. И запущу его на лонг. Почему? Опять же, потому что одна мисс полка ликвидности. Ну и самое главное по данному инструменту у нас отрицательный фандос. Значит, если я буду стоять в лонгах, плюс бот будет накручивать, что-то придет. Поэтому вот, пожалуйста, прямо перед вами, сшим глазами, мы запустим бота. Все. Ну а завтра посмотрим, собственно, что этот бот наторгует. Друзья, в конце я хотел попросить не забывать вас ставить пальцы вверх, подписываться на наши соцсети. Для вас это не займет много времени, а для нас это действительно важно и помогает в развитии. Поэтому те, кто нас поддерживает, пожалуйста, продолжайте это делать. Спасибо вам. Завтра на том же месте в то же время посмотрим, что у нас по боту, посмотрим, что у нас в итоге по заседанию ФРС. Сегодня, я уверен, будет жарко. Возможно, и движуха будет ночью на Азии. Поэтому будем не спать, скорее всего. Будем смотреть за рынком. На этом прощаюсь. До завтра. Всем хорошего дня. Пока.